Снятый слой асфальта куда удобнее, чем привычные ямы и трещины. Так отшучиваются жители Шелихова. Движение в этом месте всегда оживленное. Сказывается близость к федеральной трассе. Я ездил здесь первый раз, наверное, недели две назад. Такая вот она была, до сих пор стоит. Нет, даже больше, больше, больше. И так она стоит, ее посняли. Вот эти колдобины, знаков, ничего нет. Так и ездим. Култукский тракт и проспект Центральный в Шелихове всегда были в трещинах и ямах. В этом году ситуация начала меняться. На проезжей части появились дорожники, но ненадолго. Старый слой сняли, а вот новое покрытие не уложили. Проблемная и улица известковая. Здесь ни знаков, ни рабочих. Хотя видно, что менять полотно начали. В рейд по улицам Шелихова сегодня выехала комиссия регионального министерства строительства вместе с общественниками. На следующей неделе мы постараемся сюда направить специалистов, чтобы они проверили, устранено это или не устранено. Также по организации самой работы, то есть видим, что надо здесь все-таки увеличить трудовой день, чтобы можно было работать с самого раннего утра до позднего вечера и все-таки отработать фактически где необходимо, фрезерование где необходимо. То есть подойти уже более тщательно, более профессионально к этому объекту. Так как он один из очень важных для города Шелихова и вообще в целом для области. По нему очень много жалоб. Ремонт дорог в Шелихове ведется по программе транспортного развития Иркутской агломерации. Иркутско-Ангарский Шелихов получили полтора миллиарда на ремонт автодорог. В Шелихове в список аварийных попали 12 участков. Их протяженность 13 километров. К работам приступили по ряду объективных причин поздновато. И уже практически на носу сентябрь. А некоторые дороги мы только-только начинаем делать. Но я, как уже говорил, есть объективные причины. Очень долго с ФАСом разбирались, то есть по конкурсным процедурам. Всего в Шелихове около 30 километров дорог не соответствует нормативным требованиям. До 2025 года их планируют привести в порядок. Замечания, которые были выявлены сегодня, будут устранены в ближайшее время. Результаты проверят общественники. Мы, наверное, все обратили внимание о том, что поверхностный слой меняется, дорога становится лучше. А вот обустройство самой дороги, оно как бы не вошло в эти ремонты. Поэтому понятно, что деньги выделяются федеральные. Но я думаю, что муниципалитетам и области нужно подумать о том, чтобы в комплексе проводить такие работы. Шелихов – единственный город, который пока отстает в реализации проекта «Безопасные качественные дороги». Но время исправить ситуацию еще есть. Работы должны быть завершены к 1 ноября. Анастасия Москвитина, Александр Барановский. Новости сейчас.